Добрый вечер, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики. С вами снова я, Ваш Ланзар. Меня не было нескольких дней, прошу вас прощения, поскольку я был занят лечением своего близкого родственника. Благо, лечение прошло успешно, мы вылечились, во вторник уже на работу. Плюс ко всему, я пару часов назад вернулся из Иркутска, гонял 250 километров, я так-то далековато живу от Иркутска. Пришлось гонять в темноте, и тем не менее, я нашел в себе энтузиазма приехать, поменять смеситель в ванной и сесть за прохождением последней главы видеоновеллы «Хроники последних дней». У нас с вами осталась последняя глава, история Кейт. Наконец-то мы узнаем, что же здесь все-таки произошло, если благо нам раскроют эти тайны в этой главе. Но я думаю, удовольствие мы получили от этой видеоновеллы колоссальное. Я надеюсь, вам она очень понравилась. Если у вас будет свободное время, можете сесть сами за прохождение данной игры. Ну что ж, начнем. Так, где мы сейчас находимся? А, кстати говоря, мы сейчас с вами, получается, находимся по ту сторону решетки, ворот, где мы начали наше прохождение. Первая глава начиналась буквально за вот этой вот решеткой. Вон там есть, соответственно, вот это помещение, в котором мы были. Дверь открыта, кстати говоря. Видимо, она осталась открытой. Как мы ее открыли, так и она осталась открытой. Да. Там велосипед и все дела. Так, ну что ж, пойдем. Моя любимая часть. Это астрофизические обсерватории. Эх, один раз меня приглашали в такую обсерваторию. Я, между прочим, в 11 классе участвовал в конкурсе, посвященном 50-летию полета первого человека в космос. Был на конференции в Институте солнечно-земной физики. Да. У меня были такие намерения в 11 классе поступать в этот институт. Мне до сих пор, кстати говоря, лежит студенческий черновой. Ну, благо, я туда не пошел, поскольку, ну, понимаете, если туда идти, надо железобетонно знать математику. Математика вообще не моя. Но, тем не менее, астрофизикой я и дальше продолжал заниматься. У нас был маленький кружок в 11 классе. Я был, так скажем, председателем кружка. Постоянно изучали какие-то астрофизические явления. В частности, я несколько раз делал презентации и стенды по белым карликам, если кто знает. Если что, открывайте, почитайте. И по сверхгигантам, кстати говоря. Так. А, кстати говоря, ну вот меня приглашали на Байкальскую астрофизическую солнечную обсерваторию. Но я, увы, не смог съездить, поскольку надо было ЕГЭ сдавать. Давно это было. Так. Ну, здесь Кейт совсем намудрила, как вы видите. Тут какие-то вот эти старинные, старинные принтеры распечатывали один и тот же силуэт. Вот этот силуэт бесконечности. Хотя можно по-разному интерпретировать, поскольку это может быть и как символ бесконечности, а может интерпретировать как символ столкновения двух структур, кстати говоря. Так. Что у нас здесь? Так, тут, ну тут уже компьютер не работает, кстати говоря. Здесь у нас, вот, кстати говоря, карта Звездного Неба. Здесь у нас идет созвездие Геркулеса. Там Дракон. Кто там у нас еще? Больше я там не переведу, если кто знает, пожалуйста. Просто... А, вот, кстати, созвездие Цефея есть ли что? Там тоже есть. Да, тут понаклеила. Короче, полностью девчонка сошла с катушек, пока тут сидела. Пряталась во время, так скажем, мучений населения. Потому что все травились ядом, погибали, а она сидела здесь и как-то спасалась под воздействием вот этой некой структуры. Ну, вот здесь она, получается, я так понимаю, разъясняет, как одна структура перетекает в другую, то есть, как взаимодействует между собой. Видимо, так она идет. Я смотрела, как бабочка танцует в узкой полосе света. Вся ее жизнь умещается в один день. В одно мгновение между приливами тьмы. Я лежу, вокруг меня свернулась структура. И я осознаю неизбежность. Необходимость существования рождаемого из небытия. Развитие никогда не останавливается. Да, очень много метафоричных высказываний, как по мне. Между прочим, тут сразу, кстати говоря, понятно, что обсерватория находилась на реконструкции. Конкретно это. Ну, знаете, вот если хотите знать, вот лично мое мнение, вот у меня ощущение, да, что мы все-таки с вами находимся в пост-неком апокалиптическом мире. То есть, этот городок нам показан с точки зрения, как он выглядел, когда непосредственно существовал. Поскольку мы должны понимать, что вот перемены, резкие перемены дня и ночи, как это было показано в данной игре, в нашем мире такого не существует. И вот витание вот этих вот светлячков, да, это тоже как бы странное явление, да. Ну, тоже в реальном мире такого быть, по сути, не может. Поэтому мне кажется, что все-таки мир, по которому мы с вами все это время ходили, да, все это время путешествовали, этот мир уже давно канул в небытие. Ну, не совсем весь мир, но конкретно вот этот городок. Кстати говоря, вот здесь вот цифры тоже раскинуты. Почему? Тоже не понять. А тут что у нас? Это что такое? Как будто какая-то бутылка, что ли? Как будто они, текстуры впились в это, в бетон, в плиту или как. Короче, очень интересно. Вот самое интересное, это тут так как бы и не скажешь, что вот от генератора вот эти вот линии идут непосредственно к принтерам. Странно. Можно подумать, что это провода, на самом деле ни черта это не провода. Я не знаю, с чем это связано. Может это связано с тем, что якобы какая-то вот на ее по ее мнению структура вот снабжала вот как некоторая электроэнергия вот эти принтеры и распечатались вот эти все структуры. Не знаю, странная история. Но самое интересное то, что вот эти цифры здесь раскинуты. Ну, как бы пишите свои размышления на этот счет. Лично у меня вот такое складывается мнение, что вот этот мир, да, во-первых, мир без людей, давайте начнем. Где же все трупы, если этот мир на самом деле реален? Просто он показан нам с точки зрения читателя. По сути, это то, что мы проходим, это книга, которую мы читаем. И надо же как-то рассказать историю в абстракции, да. Тут, кстати, вот тоже птицы везде заваляют, валяются. Вот здесь почему-то обвела Кейт в круги, непонятно почему. Вот такие вот ученые чеканутые. Еще раз прихожу к некому вразумению, что все-таки именно Кейт и Стивен, это вот два ключевых персонажа, которые непосредственно имели первичный контакт вот со сверхъестественным, точнее, со структурой. Но я довольно приземленный в этом смысле товарищ. Мне кажется, все-таки надо полагать, что и Стивен, и Кейт, они вот видели силуэты, структуру того, что люди обычно, ну вот в данном городке, видели как раз перед своей смертью. То есть, когда уже начали умирать потихоньку. У меня есть некоторые предположения, что, возможно, Кейт тоже стала это видеть непосредственно перед смертью, потому что она тоже траванулась с газом, постепенно умирала. Но почему-то непосредственно Стивен это видел, даже будучи здоровым абсолютно. Вот это меня очень сильно удивляет. Почему так? Так, у нас что тут? Это история довольно приземленная. Просто здесь, видите ли, ученые, пытаясь все-таки найти научную теорию того, что они видят, все-таки столкнулись с тем, что мы называем религия. То есть, как раз с божественным, с божественной силой, если уж так выражаться. И они не смогли, как ученые, объяснить, что же все-таки это такое. Но приняли очень жесткие, радикальные меры, из-за которого все-таки пострадали невинные жители данного городка. Интересное выражение. Вот последняя строчка, да? То есть, вот этот момент как раз обосновывает вот эту тесную связь, да, между Стивеном и Кейт, которая, судя по всему, так и не состыковалась. То есть, по итогу, как мне кажется, все-таки, по окончанию этой истории. Кейт надеялась на счастье со Стивеном, а Стивен не мог понять, что же он хочет. Вроде и Кейт нравится, вроде женат на Кейт, но при этом ему близка Элизия, у него остались какие-то чувства к ней. Но это мужики, что уж, что тут сказать. Я не могу кого-то судить в данной ситуации. Ну, вот такая вот бредная история. Ну, здесь видно, что Кейт что-то мешкалась, тут какие-то бумаги, ящики, все разбросано везде и всюду. Так, давайте-ка сюда поднимемся. Так, красота какая вообще. Да, интересно, вот это что такое? Кстати говоря, я тоже задавался, зачем вот эти капсулы здесь стоят на столбах. Видимо, что-то перенаправляли, черт его знает. Вот это идеальное место для того, чтобы наблюдать. Кстати говоря, посмотрите, какая красивая северная сияние. Хотя, по сути, это же Англия, там редко, когда можно видеть северную сияние. По сути, не совсем такие крайние широты, но бог его знает. Красота какая. Вот интересно. Вот почему у Кейт оказались все эти фотографии, мне вот это интересно. Как она могла соблюсти и обнаружить эту структуру непосредственно рядом с Джереми в первой части, который умер. Ну, мы же не можем сказать, что всю эту историю непосредственно гибели всех этих персонажей наблюдал Кейт. Странно это очень. Ну, телескопы отменные. У меня есть, конечно, телескоп, но у меня, как его, рефрактор, по-моему. А это рефлекторы, кажется. То есть, немножко структура другая. Ну, вот опять же. Вот здесь немножко не могу понять. Это что, получается, что мы всю вот эту историю, так скажем, прошли в роли Кейт? Я сомневаюсь, что мы были в роли Кейт все это время. Мне лично кажется. У меня лично всегда, вот, всегда было ощущение. Вот я несколько раз же, получается, проходил вот эту игру, да. И у меня всегда возникало ощущение, что нас пытаются тут за нос вести все-таки создатели. Хотя, как по мне, все-таки здесь принцип весьма прост. Вот конкретно вот этими фотографиями, конечно, нас пытаются вести за нос. Я не знаю, я вот не физик, но если кто-то разбирается во всей этой писульке, ну, пожалуйста, разъясните нам. Вот честно сказать, вот эти алгоритмы и все дела я терпеть не могу. Всю жизнь этого сторонился. И еле-еле математику стал. Знаю, она не хотела никому навредить. Пытаюсь объяснить, почему Лиззи хотела уехать с ребенком и почему было неправильно ее останавливать. Пытаюсь объяснить, что многое сделанного было неправильным. Угу. Она показывает мне, Стивина и Лиззи вместе. И я рада за них. Фрэнк гуляет по своему полю с Мэри. Венди и Эдвард отдыхают во фруктовом саду времен своего счастья. Джереми обрел покой и примирился со своим богом. Все счастливы, потому что все вместе. Теперь я ее лучше понимаю. Она коллекционирует время. Коллекционирует бабочек. По сути, это структура в форме бабочки. А бабочка это, так скажем, структура из двух частей. Ну, философия здесь понятна. Я думаю, вы осознали то, что все-таки философия заключается в том, что ни один человек не должен оставаться один. У каждого есть вторая половинка, без которой человек не может существовать как личность. Я не знаю, как это описать. Здесь очень мне философия данной игры очень близка по сериалу «Остаться в живых». Кстати говоря, там последний сезон как раз об этом и был. То, что никто не должен уходить один в мир иной. То есть, у каждого есть, так скажем, какая-то душа. То есть, как описать правильно? Ну, родная душа, короче. Вторая половина, как и родственная душа. Да, кстати, родственная душа, без которой человек существовать не может ни морально, ни физически. И когда мы находим свою вот эту половину, да, настоящую половину, тогда мы по-настоящему можем найти себя и уйти в вечность. Аж дрожь пробирает от таких мыслей. Ну, на самом деле, именно поэтому, вот когда я первым делом посмотрел прохождение этой игры в далеком, в 2015 году, когда игра вышла, я прошел D-Restor, потом увидел прохождение этой игры в интернете, да, а у меня тогда не было мощного компьютера, я не мог эту игру никак пройти, но я когда прохождение прошел, я сразу осознал, в чем тут дело. Поскольку это довольно мне близко, вот эта вся мистификация. На самом деле, это теплое ощущение, вот эта мысль того, что... Понимаете, вот эти мысли дают некую надежду на то, что все-таки наша жизнь – это не конец. И рано или поздно, когда мы уходим, да, в то место после того, как мы облачимся в другую форму, да, мы там встретим своих родных и близких, которые еще живут по сей день, которые уже умерли давным-давно. То есть, вот такая вот интересная тема. Кстати говоря, в «Остаться в живых» такой момент есть, то, что когда главный герой, получается, выяснил... Ну, как бы это флэшбэк, конечно, но я думаю, мало кто, я сомневаюсь, что кто-то не видел «Остаться в живых», практически все видели. Главный герой встречается в церкви своего отца, да, и получается, отец ему объясняет то, что... Точнее говоря, сын спрашивает, «Неужели все вот мои друзья в церкви, они все умерли?» То есть, отец ему говорит то, что все когда-нибудь умирают. Кто-то раньше тебя, кто-то намного позже, но все они сегодня собрались здесь. И времени здесь не существует как такового. То есть, это, по сути дела, место, где, так скажем, сходятся все ветви прошлого, настоящего и будущего. Вот такая вот интересная физика. По сути, тоже весь сериал был о схватке, о битве науки и веры. Как пламя струится с руки Стивена, и момент этот длился вечно. Я смотрела на его лицо, и в последний миг мне показалось, что он меня видит. Он не был испуган или зон. Я помню выражение его лица, словно как в наш первый раз, когда он проснулся утром и сказал, как же я тебя люблю. И я любила его. Когда он вошел в пламя, я отпустила его, зная, что пока не могу пойти с ним. Мы сдерживали время ради себя. Сдерживали свет, потому что боялись темноты. Но теперь мы понимаем, что сжаться подле света – это не жизнь. Я всю жизнь провела, рассматривая свет миллионов давно умерших звезд, не пытаясь даже понять смысл. Свет, который мы испускаем, важнее смерти. Структура, собранная из наших жизней, это мост, ведущий сквозь тьму. Теперь улавливайте, ребят. Все-таки есть уже картинка того, что Кейт осталась самой последней из оставшихся в живых в городке Ята. Она видела смерть Стивена. Вспомните, когда Стивен умирал, он в тот момент, как-то перед тем, как сбросить на поло зажигалку, да, он сказал, Кейт, постой. То есть, он сквозь вот эту структуру, да, он увидел Кейт, видимо, перед своей смертью. Он уже умирал, мне кажется, в этот момент. И мне кажется, он сам уже готов был покончить с собой. То есть, потому что не хотел мучиться дальше. И уже вот эти галлюцинации перед смертью, они предъявили ему вот эту Кейт. Видимо, он ее как-то видел каким-то боком и случайно выронил зажигалку и скачался. И каким-то боком Кейт это тоже видел, потому что тоже была в агонии перед смертью, потому что все в этом городке умирали от отравления. Возможно, еще после вот уже окончательственного удара бомбами по этому городку, поскольку отрава это была одна история, а городок все равно добили, потому что многие пытались сбежать из городка, но решили таким способом остановить. И возможно, они уже умирали не от отравления, а вот непосредственно от действия радиации, которая уже дальше пошла. Мне кажется, вот такая схема. У меня в голове такая картинка. Вообще, такая картинка выстроилась. Не знаю, может у вас какие-то другие мнения. Я лично считаю, что Кейт... Вот почему, заметьте, почему Стивен непосредственно в бункер спрятался, потому что он же понимал все так или иначе, что от травы это понятно, он бы спасся от радиации бы, понятное дело, самое идеальное место это в бункере спрятаться от радиации. Он там постихоньку, там видно, что он долго уже пробыл, и потихоньку, видимо, возможно, от голода, возможно, еще от чего-то. Он постепенно умирал. Ну а Кейт здесь было вот так времени. Она тоже очень медленно, долго умирала. И все это время она наблюдала тоже те же галлюцинации и видела как раз счастье тех, кто прожил вместе в этом городке. Опять же, многие от одиночества не знали, куда себя девать, но здесь вот в другом измерении, да, в чистилище, не знаешь, как это назвать, они все были счастливы и вместе. Осталась только она одна. Одиночество это страшно, ребят. По сути дела, вся эта история, это история об одиночестве. Так интересно, мне там что-то знакомое увидим, нет? ну да, кстати говоря, там же это, я правда не могу понять, что это за какие-то сооружения вертикальные, ну не те дальние, вот внизу, я такого не видел, но это не домики, там вообще, по сути, должны быть дома из первой части. здесь, так, заботчик закрытые, опять генераторы, а то поперли дальше, посмотрим, что у нас дальше. эх, ребят. Все-таки, я советую многим из нас периодически, ну многим из вас, дорогие мои подписчики, если у вас есть, будет такая возможность, господи, что тут она натворила, вся, прям всю гору исписала, пройдите эту игру сами, и если будет возможность, проходите ее ну почаще, чем один раз в два года, поскольку в этом проекте есть вот некая сила, вот которого я не видел, вот честно сказать, я много прохождений видел, много игр прошли через мои руки, да, но вот такого мощного проекта, я не знаю, я не видел вообще нигде, и этот проект как-то запал мне крайне, вот, прямо жестко в душу, поскольку, ну я не знаю, то, что это очень мне близко, очень мне близко, все, что могу сказать, поскольку, понимаете, я не хочу сейчас показаться вам каким-то железобетонным, атеистом, или что-то в этом духе, я уважаю, вот, считайте, я не знаю, или вот так, как хотите, я уважаю все конфессии, которые существуют на этой планете, и у меня очень много друзей, и мусульман, и христиан, то есть, всяко разных, но тем не менее, я не могу считать, я, конечно, вот, принадлежу, конечно, к армянской католической церкви, да, я крещеный, да, и мне очень нравится архитектура вот этих древних сооружений, которые, вот, намоленные вот эти церкви, да, которым уже тысячу лет, да, я чувствую дух того времени, да, вот эту всю историю, но тем не менее, я не могу, как бы, если включать здравый смысл, я не могу это воспринимать крайне серьезно, вот эти направления религиозные, поскольку, я считаю, что любая религия, это все равно, в любом случае, это предмет власти, ну, любая религия, которая создана человеком, я считаю, что христианство и буддизм, и ислам, и другие ветки, католицист, протестантство, это все непосредственно предметы власти, и каждая ветка, то есть, пытается отпочковаться, потому что пытается разделить власть, я считаю, это так, но тем не менее, я верю, что есть нечто сверхъестественное, да, благодаря которому мы существуем в любом случае, то есть, не то, что можно объяснить непосредственно нашим человеческим существованием, между прочим, в свое время, когда я сломал свою ногу, в 15-м году, я был в Академии целый год, я написал очень интересную работу, которую потом представил на кафедре философии, работа у меня называлась «Макро- и микровселенная сознание и энергия», работа у меня опубликована на моей странице ВКонтакте, если кому интересно, могу ссылочку скинуть, я там полностью от и до изъяснил мои суждения относительно того, что нас окружает вокруг и как это все, что окружает нас во вселенной, соотносится с тем миром, который внутри нас, поскольку я считаю, что все-таки и наша биология, и физика вселенной, метафизика полностью, они очень тесно взаимосвязаны, и можно найти кучу соотношений между этими двумя моментами, можно считать, что наша вселенная это большой пузырь, можно считать, что это большой организм, как хотите, но я считаю, что все-таки есть что-то, что создало вот эту всю окружающую нашу действительность, ну и плюс ко всему я убежден, что мы, конечно, не единственная форма жизни, далеко-далеко не единственная. Есть очень много миров, цивилизации, как хотите, называйте. Так. Интересно, мы не пропустили там никакие обсерватории? Мне кажется, так. По-моему, мы еще что-то недопрошли. Давайте-ка вернемся назад. должно быть шесть башен пройдено. Вроде шесть. А мы вроде даже половины не прошли. У меня такое чувство просто. Я не знаю, насколько это чувство реалистичное. Давайте посчитаем-ка. так. Вот это раз. Вот эту башню мы посмотрели. Вон ту вторую мы тоже посмотрели же вроде, да? да, посмотрели, конечно. Вот эту наверху башню мы тоже посмотрели. Я просто не хочу ничего пропустить, поэтому слишком увлекся рассказом, дорогие мои друзья, поэтому и сбился со счету. Ну да, мы здесь были, конечно. Ладно, давайте еще раз вот так походим, потихоньку будем подниматься. Конечно, здесь не ускоришься, эта игра не подразумевает быстрое прохождение. Так, ну здесь краска рассыпанная, разбрызганная везде и всюду. Я бы с удовольствием, конечно, работал бы на такой обсерватории. Ну, не то чтобы работал, просто проводил бы каникулы, потому что я обожаю вот эту всю историю. Вселенная это что-то с чем-то. Особенно, когда понимаешь, что таких звезд, как наше солнце, миллиарды и наше солнце ничем не примечательно в соотношении с другими звездами. Я даже не могу исключать, что есть, конечно, цивилизации, которые по уровню развития настолько превзошли человечество, что они могут чуть ли не контролировать все пять измерений. Бог его знает. Да, мы здесь были, здесь проходили. Так, давайте-ка дальше пойдем посмотрим. Ну, вот эти вот, я не знаю, светлячки, как хотите называйте, что это может быть, но очень красиво это все сделано с душой, я бы сказал. Так, здесь мы, по-моему, были, да? Здесь мы были, да, здесь мы уже все посмотрели. Так, ну, в той башне мы тоже были. Тогда давайте-ка подниматься дальше. Ну, получается, да, раз, два, три, четыре, там пять было, вот это, получается, вот это пятое было, то, что мы поднялись. Ну, и шестая, все верно, ребят, мы все башенки с вами прошли. там мы, кстати, послушали аудиозапись, я даже забыл, честное слово. А ну-ка, дайте-ка включу еще разок. Она тянется из теней башни сквозь обсерваторию через всю долину и поглощает мир. Все окутано ее светом, все обретает покой. Мир покрыт нашими следами. Она повсюду, она становится мостом между нашими жизнями. Этот мир был до нас, будет и после нас. В пустых домах на пустых полях наши следы испускают свет. И в этом свете будут танцевать другие. Мы можем тихо уйти без страха, зная, что все продолжится без нас. Как сильно вообще. Аж в слезы выходишь. без комментариев. башня. В этой башне мы были. Здесь уже все, конец пути. Вот это шестая башня. Насколько же все-таки это уникальный проект. Красота просто убивает, прямо протыкает насквозь. я не знаю, как хотите описывать это. Но я считаю, что все-таки я не знаю, мне кажется, что вот этот проект надо все-таки периодически я не знаю, то ли в школьную программу можно пустить все-таки для духовного развития детей, я не знаю, вот как хотите это пояснять, но кажется вот таких вот проектов очень мало, очень много всякой дичи нынче, но то, что действительно дает возможность человеку раскрыть себя, пробить душу насквозь, мне кажется, таких проектов очень-очень мало. Вы посмотрите, как свет пробивается сквозь землю, словно души как будто из-под земли взмывают ввысь. Очень красиво, уникально, мне очень нравится. Ну, это, видимо, как музейный экспонат стоит, вот этот телескоп. Вполне себе возможно. Даже заходить не хочется, потому что это, по сути, конец истории. Ну, что уже делаешь? вот и мы подошли к кульминации, ребят. Кульминация истории Кей. конец близок, но я не боюсь. мы все вместе. Мы жили отдельно друг от друга, но теперь понимаем, что просто не знали, как дотянуться до других. Как быть с ними? Теперь это не важно. Все ушли, и мы присоединимся к ним. Мы рождены порознью и похожи на топляк на берегах бесконечного черного океана и скоро нас смоет волной. Но сейчас, в короткий момент жизни, в узкой полосе света, мы можем найти утраченное. Ту любовь, что делает нас цельными. Мы нашли свою вторую половину. Эта структура моя половина. Мурашки по коже вообще. everybody is going to the rupture. Лучше, ребят, не знаю, вообще, вот сколько ни проходи этот проект, все равно он очень-очень сильный, пробирающий. Мне кажется, все-таки, если не лень, пожалуйста, устанавливайте, пройдите сами. Это некий экспириенс, который должен пройти каждый индивидуально. Конечно, прохождение это одно. Я видел очень много прохождений данного проекта у многих других блогеров на ютубе, и каждый просто по-своему воспринимал. Кто-то просто отмахивался, кто-то просто был переполнен эмоциями. Это проект не для всех. Это проект для тех, у кого вот здесь есть что-то, что дано свыше. Я не знаю, как это пояснить. По сути, это проект для тех, у кого есть большое сердце, душа, я не знаю, кто чувствует. Я бы сказал больше сентиментально, хотя я не особо сентиментально, но я просто знаю, что такие проекты мне очень близки, я не из тех, кто... Вот почему, между прочим, я и не делаю регулярные прохождения, потому что мне не на что делать прохождение. Я не из тех вот этих товарищей Купленовых или других блогеров, которые как только какой-нибудь мусор выйдет в интернете, и они делают на этот мусор прохождение, при этом лишь бы просто убить время, они убивают этим свое время. Такие проекты это не те проекты, на которые ты просто тратишь свое время, да, непосредственно как вот эта игра, да, как Ди Рестер, Джорни, кстати, путешествие, тоже, кстати, очень мощные произведения, Олд Сити Левиафам, то есть проекты своего рода видеокниги, которые ты должен пройти, прочитать, и это не потраченное время, это ты получаешь некое духовное просвещение, какое-то, ты становишься более богатым духовно, и я вот в очередной раз прошел спустя несколько лет вот эту игру, прошел вместе с вами, и у меня, я не знаю, даже вот через вот по сути ментальный контакт вместе с вами, я все равно чувствую, я чувствую, что у меня с вами очень такой тесный контакт, я чувствую, что вы меня слышите прямо сквозь камеру, и так скажем, делитесь со мной своими впечатлениями, и между нами выстроилась какая-то связь благодаря вот этому проекту, игра очень мощная, по сути дела история о том, что никто не уходит один на тот свет, у каждого есть вторая половина, у каждого есть своя структура, даже если, между прочим, здесь есть еще интересная мысль, что есть вполне большая вероятность, что люди, с которыми мы контактируем в течение нашей жизни, могут быть совсем не те, кто нам нужен, даже может быть ваш муж, или ваша жена, или бог знает кто еще, возможно есть кто-то, кто гораздо ближе вам, то есть ментально, я не знаю как хотите, и вот в узкой полосе света на краю жизни вы наконец-то начинаете осознавать кто та самая структура, которой вы принадлежите, которая принадлежит вам. Вот такие вот пироги, мои дорогие друзья. Я думаю, что этот проект не единственная так скажем история, с которой я так опять увязну навеки вечные и пропаду с поля зрения. У меня есть еще один проект, с которым я хочу с вами поделиться. Я думаю, прохождение будем делать скоро, может пару дней, посмотрим, как выкатит. Если меня не сильно загрузит, сейчас конец года, годовый отчет и все дело, поэтому немножко трудновато. Посмотрим. Будет очень разнообразный контент, сразу говорю, если вы заинтересовались, мои дорогие друзья. Спасибо вам, что вы были сегодня со мной. Делитесь своими впечатлениями, пишите комментарии, не стесняйтесь, хоть что-то делайте, хотя бы один лайк поставьте, это будет для меня уже вот такое вот счастье, как хотите, называйте. Спасибо вам еще раз. Целую во всех, обнял. До скорого. До скорого. До скорого.